От искры загорится гараж. Сегодня ночью неизвестные попытались поджечь двухэтажный гараж одного из ноябрьских предпринимателей. Мы побывали на месте происшествия. Осколки от одной из двух бутылок с зажигательной смесью еще валяются у дверей гаража. Вторая бутылка, та, что не разбилась, сейчас в руках полиции. Геннадий Гуцалов, чьи ворота перелетел к коктейлю Молотова, говорит, что материальный ущерб имуществу минимальный, только дверь подкоптилась. Просто в этот момент в гараже находился родственник. Сегодня ночью позвонил мой тесть, который сегодня остался здесь ночевать, и сказал, что произошел поджог. Поджог дверей. Он выскочил голый, как отдыхал, все забросал снегом, сам немножечко обжегся. Ну и вот потом вызвали милицию. Примерно четыре месяца назад у Геннадия точно таким же способом сожгли машину. Уголовное дело заведено, но о результатах следствия ему ничего не известно. Между тем, говорит мужчина, по городу идет слух о поджогах дорогих иномарок, чьи владельцы, так же, как и Геннадий, занимаются бизнесом. Этот случай не единственный, и поэтому я решил обратиться к общественности, привлечь внимание к этому вопросу. Случаи такие происходят у нас в городе регулярно. И, насколько я знаю, они все происходят с предпринимателями. Поэтому не знаю, что думать, не хочу никого обвинять, и фактов никаких нет, но это злой умысел, и с этим надо что-то делать. То, что Геннадию некого подозревать в поджоге, наверняка затрудняет работу полиции. Однако каких-либо комментариев по этому вопросу правоохранительные органы не дают и опасаются, что у неизвестных поджигателей могут появиться последователи. Коммерсант же уверен, что все подобные происшествия не случайны. Также он утверждает, что ему никто не угрожал и не выдвигал никаких требований. А еще он призывает всех потерпевших от огненных злоумышленников объединиться и искать вместе, кому это выгодно и кто за этим стоит. Ирина Посехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Добавлю, случаи возгорания автомобилей в нашем городе уже далеко не редкость. Более того, они происходят с пугающей чистотой. Так, только с начала года, а прошло чуть более месяца от огня, по различным причинам пострадали 10 машин. Буквально вчера в поселке Су-952 полностью сгорел автомобиль ВАЗ-21099 на месте. Огнеборцы были уже через 5 минут после вызова, но спасти авто не удалось. От него осталась лишь искореженная груда металла. Причина пожара и ущерб устанавливаются.